Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как подружить DJI и PV-систему с ордопилотом, ордокоптером, ордоплейном, неважно, хоть ордоровером. Первое, что нужно, это подключить ваш AirUnit либо Vista к полетному контроллеру. В данном случае я открыл картинку, чтобы показать, как подключается AirUnit к Matej F405 Wing, который используется у меня. Для подключения нужно минимум 4 провода. Это Power, GND, UART-RX, UART-TX. Power лучше подключать к выходу 9 В, если у вас питание 4S и выше. Так меньше шансов, что сгорит AirUnit от всплесков напряжения. Земля, естественно, к земле. UART-RX на свободный TX на полетном контроллере. И UART-TX с AirUnit на свободный UART-RX полетного контроллера. Сигнальную землю, в принципе, подключать не обязательно. Сомневаюсь, что вы используете DJI в PV-пульт, поэтому сигнальную землю и DJI HDL-кобелек можно не подключать. Но тут на схеме не показано, что подключается на S-BUS. Итак, подключили все эти провода, не перепутали. И теперь можно подключаться к Mission Planner и настраивать в нем. Ссылочки на эти инструкции, как обычно, будут в описании к видео. Итак, для того, чтобы настроить DJI OSD, работающий по протоколу Multivisierial Protocol MSP сокращенном, необходимо, во-первых, залить 4 версию прошивки 4.1, ArduPilot, либо ArduCopter. Не помню, какая там версия ArduCopter. То есть, всякие APM, они отсекаются, потому что нет у них. Ну, разработка для них прекращена. Есть, по-моему, еще на Ардуини какой-то преобразователь Moblink в Multivisierial Protocol. Но я не пробовал, не знаю. Может быть и работает, может быть и нет. Прошивка у меня залита сейчас. 4.1.0.beta1. Сейчас уже бета2 вышло. Стоит обновиться. Config Pull Parameter 3. И здесь необходимо указать OSD Type равна 3. Как видно, я уже указал OSD Type равна 3 MSP. Далее. Нужно найти тот UART, сопоставить сериал какой-то там, тому UART, которому вы подключили. В данном случае, допустим, к первому UART, да, подключен. И смотрим на сайте MATECA маппинг этих UART. ArduPilot открываю. И тут смотрю USART 1. Это сериал 1. То есть, в данном случае, если бы я подключил вот к этому TX1 и RX1, то и в ArduPilot я настраивал бы сериал 1. Но я у себя подключил к пятому UART. Это вот они пины. Вот TX5 и RX5. У меня DJI Air Unit подключен вот сюда. Соответственно, я иду сюда. Mission Planner. И сериал 5 протокол указывает 33. Далее. MSP Option равная 0. Так, не понял, почему я поставил MSP Option равная единице. Ставлю 0. Есть баг в 4.1 прошивке. Самая свежая не отображается. Температура. Регуляторов. И там есть какая-то кастомная прошивка вот этого человека. Шелли XYZ. Который в своем форке как бы поправил эту проблему. Но для того, чтобы заработала его правка в его форке, именно необходимо MSP Options установить 2. Но я использую не его прошивку, а общую прошивку. Поэтому у меня пока не работает температура. Не отображается. Но можно поставить его версию и будет показываться. Но я подожду, пока допилят основную прошивку. Основную ветку. Когда MSP Options равна единице, то телематрирование пакета будет пересылаться самостоятельно, регулярно. То есть в этом случае можно подключить только один провод TX полетника к RX AirModule. А если MSP Options равна 0, значит получается будет работать в режиме опроса. То есть AirUnit опрашивает полетный контроллер. А проводный контроллер отсылает данные. Вот объяснение этого параметра MSP Options. И собственно когда все это настроено, можно собственно и настраивать само OSD. Делается следующим образом. Все, к сожалению, не отображается. То есть все, что Ardubillot может отображать на аналоговом OSD, на DJI OSD, это не отображается. Вот он список параметров, которые можно вывести на очки. Сейчас покажу как это делается. В Onboard OSD, экран 1. И тут настраиваю собственно расположение всех вот этих вот элементов, которые написано поддерживаются. В связи с тем, что OSD нет возможности записать, поэтому я не покажу как там что располагается у меня. Но могу уже сказать, что приходится медленным тыком подгонять вот эти вот положения вот этих вот элементов всех, потому что сайдбар я отключу, потому что они все равно не показываются. Потому что если аналоговое OSD, как вы тут видите, так оно и будет на экране ваших очков, то вот с DJI OSD не все так однозначно. То есть необходимо медленный тык подгонять положение этих элементов. Также что-то там Bit1 Invert Wind Direction. Честно, я не понял, что это такое. Ну, понятно, что инвертируется направление ветра, но как и что, непонятно. Но и дело в том, что я в очках не видел, чтобы указывалось направление ветра. Вот здесь на эмуляторе отображается, а в очках я этого не видел. Ну, собственно, вот как-то так нехитро настраивается OSD на DJI и в PV-системе. Ужается вот такая вот K7 MESI здесь, на этом экране. Но на очках отображается все хорошо. Если было видео полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.